Дорогие друзья, приветствуем Добрый вечер, спасибо, что сегодня вы с нами Вы знаете, что магазин «Москва» 5 ноября, то есть совсем недавно, исполнилось 60 лет И мы рады, что у нас уже третье поколение москвичей приходит к нам И на наши встречи в том числе И в рамках, и в рамках, ну может быть так совпало Наш юбилей, выход книги Алены Мы как-то первую книгу пропустили, но она уверяет, что это ее не первая книга Это не дебют, но для нас это дебют, и для Алены тоже дебют Она первый раз в нашем магазине Поэтому давайте мы покажем, какие у нас доброжелательные, дружелюбные читатели и покупатели Поприветствуем ее, потому что Алена волнуется Алена, друзья, мы надеемся, что и друг будет хороший И потому что Екатерина расскажет, она уже успела прочитать Мы только вчера получили книгу, но Екатерина уже ее прочитала Я еще, к сожалению, нет Но буду с удовольствием, прочитаю эту книгу тоже Поэтому хорошего вечера, удачи Аленам Спасибо, Марина Миллана, большая честь, что вы меня представили Спасибо, генеральный директор нашего магазина Марина Миллана Каменева Ну вот Марина Миллана сказала, что я уже мне посчастливилась прочитать эту книгу Надо сказать вам, что по долгу службы я читаю, понятно, много книг И много у нас проходит разных презентаций Но я могу вам их советовать, а могу не советовать Вот эту книгу я вам искренне советую прочитать От нее трудно оторваться Она необычная книга Мы вот сейчас с Аленом Валентиновной говорили И действительно, я тоже задумалась А какого жанра эта книга? Это не биография Хотя здесь есть очень интересный биографический кусок Про бабушку, про семью и так далее Это не коучинг, хотя этот жанр очень модный И здесь вы найдете ряд очень полезных Особенно женщин и советов Но и мужчины тоже Кстати говоря, для мужчин очень интересный взгляд со стороны на вас Советую почитать Как вас видят женщины Ну и, собственно говоря, я бы сказала, что может быть это психологический эссе Единственное, что звучит, это эссе как-то скучновато А оторваться от этого просто невозможно Поэтому это вот такого жанра книга сложного Но при этом читается она взахлеб И у нее есть такое сквозное, на мой взгляд, линия Это женщина сквозь время, я бы сказала И взаимоотношения человека, не только женщины, человека со временем С теми изменениями, которые в нас происходят со временем С нашими воспоминаниями, с нашими изменениями в наших взглядах и так далее Я думаю, что мы потом конкретно об этом поговорим Ну а сейчас я хочу, чтобы что-то об этой книге сказал и сам автор сказал Спасибо Спасибо огромное, Катя Очень приятно, что вы так быстро ее прочитали И тут же мне позвонили Потому что я не знаю, как у всех авторов Катя, садитесь, пожалуйста Не-не-не Но у меня происходит такая вещь Когда я что-то делаю, мне очень нравится сам процесс Я истинно просто погружаюсь в него до самого конца Я не вижу, что там падают камни или что-то происходит Жизнь останавливается Но потом, когда я уже это все сделала Потом это вот произведение от меня, будь то песня или там рассказ или книжка Оно как-то отпочковывается, начинает жить какой-то совершенно самостоятельной жизнью Я не понимаю искренне, хорошо это или плохо И я вот так в таком ужасе начинаю так вот Может вы посмотрите Посмотрите, что это такое Вот песню новую ставлю Тоже вот в таком вот, в каком-то жутком состоянии И потом вот то, что мне скажут Я это вот сразу же воспринимаю Если скажут, что не дай бог плохо Я уже иду сразу стреляться Вот, если скажут, что хорошо Я радуюсь просто даже не знаю как Поэтому, Катя, когда вы меня похвалили И жизнь нам наладилась, могу сказать Потому что до этого я все-таки не была уверена Стоит ли мне зацарять информационное пространство своими мыслями Дело в том, что сейчас есть очень много информации И как-то я от какого-то умного человека слышала Он говорит, прекратите производить контент Его просто не в силах никто больше освоить Его так много Каждый человек может что-то написать, что-то снять Вот, что-то нарисовать И мы все пытаемся как-то, чтобы получить какое-то хоть минимальное признание Я очень благодарна вам То, что вам интересно Вдруг вот мои размышления о жизни Может быть, мне просто ужасная мысль, которая сейчас пришла Может, мне часто не с кем поговорить Такое тоже бывает Потому что даже в семье мы все заняты какими-то своими делами И какие-то такие глубинные мысли, которые обычно приходят перед сном Знаете, вот перед тем, как заснуть Ты их даже не всегда можешь озвучить И очень часто мы более откровенны с людьми, которых мы совсем не знаем С незнакомцами И в данном случае читатель — это для тебя незнакомец И тебе гораздо проще сказать ему вот все самое сокровенное Нежели своим друзьям, которые, допустим, в этот момент хотят веселиться И в общем не хотят думать о жизни Или о каких-то там сложностях Вот, так что вы, мои чудесные незнакомцы И я перед вами абсолютно открыта Вот И это, на самом деле, очень хорошее состояние Вот сейчас Я поняла это с возрастом Когда ты прекращаешь Хотеть казаться лучше Вот мы все время хотим казаться лучше Когда мы молодые, нам хочется быть лучше Искренне хочется Мы пытаемся казаться Казаться, потом, может, мы до этого допрыгиваем До вот этой ступени, вот этого апгрейда Когда мы лучше действительно Но в какой-то момент, вот, наверное Ну вот лет пять назад Я вдруг поняла, что вот я — это то, что я есть сейчас Я не буду лучше уже Вот этот винегрет, вот это я Нравится мне это или не нравится Хотела бы я быть другой Хотела бы я быть там умнее, красивее Я не знаю, тонше, лучше Нет, этого не получится Я вот такая, как есть И вдруг ты понимаешь, что хорошо Я согласна Понимаете, это очень такое правильное понимание Которое тебя освобождает Вот ты вдруг прекращаешь даже перед самим собой Выпендриваться И как-то жизнь сразу становится Как-то ты ее начинаешь по-другому воспринимать Знаете, я в последнее время очень много смотрю конференции TED Знаете, что это такое, да? Такая научная платформа, где выступает буквально там Ну, не знаю, максимум минут 15 Это самые длинные выступления Тема, которая вот может как-то повлиять Идея, которая может как-то повлиять на нашу дальнейшую жизнь Мы можем как-то их использовать Так вот, мне тоже хотелось бы сегодня выступить В таком формате TED То есть все же, что я хотела Что мне хотелось сказать Как правило, на TED они всегда начинают издалека И я вот тоже воспользуюсь этим уже проторенным путем Вы знаете, я в детстве жила у своей прабабушки на Кубани Родители, папа у меня был военный И поэтому они жили на севере И там было совершенно невозможно И поэтому я была какое-то время с бабушкой вместе И вот меня укладывали спать днем Я никогда не спала Я не понимаю, почему родители не понимают Что если дети не спят, они не спят По-любому Но у бабушки на стене висела картина Картина была написана каким-то, я думаю, что местным деревенским художником На доске, даже такой на фанерке На картине была изображена такая старинная маленькая усадьба Вот похожая на усадьбу Тургенева на остужнике Вот с колоннами, такой маленький домик с колоннами Небольшой палисадничек, там такие пионы уже начинающие опадать Вот лепестки на земле Лавочка, дорожки И на лавочке сидит старушка Вот такая старушка в полоточке рядом клюка И видно, что никого больше в этом доме нет И краски Я даже не знаю, я была совсем маленькая Картина уже была старая И краски, они уже от времени, они все потемнели И они все были такого охристого, такой охристовой гаммы То есть от темного, шоколадно-коричневого И самый светлый был такой кофе с молоком, не больше Все белые цвета, белый ее платочек этой старушки Белые лепестки опадающих пионов Они все были такого вот кофе, светлого кофе с молоком И я все время смотрела на эту картину И у меня было время посмотреть на нее И я понимала вот это какое-то жуткое вот это одиночество Вот этой старушки, которая сидела в доме, уже никто не жил Там было написано «на дачи», причем с ошибкой «на дачи» через «и» Видно, что с этой дачи уже все съехали И осталась вот эта старушка, которая то ли присматривает за этой дачей Вот она совершенно одна, эти пионы И вот эта вот охристая такая гамма И вроде бы в этом сюжете ведь нет ничего абсолютно такого Зачем мы гонимся в нашей жизни? Мы хотим ярких событий, яркой жизни Потом мы хотим это вспоминать А здесь нету ничего И это настолько сильно Вот эта вот такая простая, простая история Настолько сильно на меня тогда повлияла Я вот ее, эту картину вижу до сих пор И понимаете, что мне хочется сказать сейчас? Что наша жизнь, она ведь полна событиями Которые мы даже не замечаем Они просто проходят и все И мы не видим Мы не видим Мы можем просто, допустим, завтракать с семьей Сказать друг друга какие-то пару слов Которые на самом деле очень важны Но мы можем их не заметить Но хотя у нас все пишется Понимаете, наш компьютер вам все это записывает И только когда мы остаемся один на один с собой Вдруг мы можем какое-то одно слово Или одна картина Или я не знаю что-то Может запах даже может Он эту ниточку дернет И вот это воспоминание у нас оживет И оно вернее воплотится Потому что когда оно происходило Мы его не заметили А вот сейчас мы можем его взять и реализовать И оно у нас будет И наша жизнь, она на самом деле полна Вот такими событиями Которых мы не сразу понимаем, что происходит Так вот, когда ты пишешь Когда я пишу Я вдруг понимаю, что вот эта жизнь Она начинает Вот эти краски, они начинают проступать Из таких абсолютно вроде бы воспоминаний каких-то Картинка, которая вдруг она проявляется И я понимала, что я раньше о ней не думала Да, там какое-то было Какое-то событие, которое я могу обозначать Двумя словами буквально Ну вот я сходила туда или туда И вдруг, когда ты пишешь Это все оживает Понимаете, вот все книжки эти, которые стоят На самом деле, когда мы берем Там целая жизнь заключена И вот когда мы читаем Мы эту жизнь вызываем в реальность Понимаете, ее до этого не существовало Как-то мы книжку взяли Она стала реальностью И, конечно, это очень круто Мне кажется, что, наверное, все должны писать Для себя даже хотя бы, понимаете Или я не знаю Мы потом вот то, что у нас останется Оно ведь и будет нашей жизнью Наша память, она такая дурацкая Она такая избирательная Она помнит вообще совсем не то Что, может быть, и нам хотелось И только когда мы вот это На бумаге мы оживляем И оно остается жить Понимаете? И это ценно для вас Я не знаю Да, даже когда мы станем там старушками И старичками Вот А вдруг откроем и понимаем, что Оказывается, как было И вот я сейчас читаю свою первую книжку Которую было написано Десять лет назад И я не вижу себя вот именно в том возрасте Где я такая немножко самонадеянная Такая хвастливая Я сейчас совсем другая Но вот эта девочка Она осталась там В той книжке Понимаете? Это какая-то вот жизнь Она, безусловно, не претендует На какую-то важность Но для каждого из нас Наша жизнь ведь Она очень важна Мы очень сильно зависим От других людей Но в то же время Мы должны понимать, что Мы все равно Заняты своей жизнью И другие люди Они способны Обратить на нас внимание Но все равно Потом уходят к себе И поэтому мы должны Вот эту свою жизнь Не профукать Она у нас прекрасная У всех Мы только должны Да, кстати Знаете? Я специально для писателей Решила, что именно Вот этот Аксессуар Напоминает писатель Я купила совсем недавно Вот в Тбилиси Это лорнет Короче, я вас буду Лорнировать Вот так выглядят Настоящие писатели Писательницы Или женщины С ухудшающимся зрением Но во всяком случае Мне кажется Что вот иногда Мы должны навести Вот эту вот резкость На нашу жизнь И увидеть событие Вот Более выпукло С более яркими красками И осознать Вот что Вот это счастье Без правил Оно не потому Что правило Нужно нарушать А потому что Оно возникает Совсем не тогда Когда мы думаем Что оно должно возникать Ну Вот Собственно Такой был спич Спасибо Дорогие мои Кто-то уже хочет Задать вопрос А вы Не Вы торопитесь Потому что Время идет быстро Вот Молодя Так Пожалуйста Добрый вечер Скажите Пожалуйста Мы знаем Вас Как Замечательную певицу Сегодня Перед нами Вы открываетесь В качестве Автора Литературного Произведения Но то Как вы Описывали Картину В доме Вашей бабушки Говорит о том Что живопись Вам не чертят Старинная Такая поговорка Гласит Что Талантливый человек Он талантлив во всем Скажите А мы Увидим Вашу Живописную лист Ты хочешь Сформировать Матрос И на машине Кипяча То есть Ну Я в детстве Хотела стать художником На самом деле Вот Но у меня Как у Карлсона Есть одна картина Всего лишь Если вы читали Карлсон Помните У него была Картина Очень одинокий Петух Вот Меня пока Хватило Тоже только На одну картину Это Домик в деревне Ее Забрал мой муж И он теперь Хранитель Этой картины Вот На самом деле Нельзя объять Необъятное Но Вот эти все Удовольствия Это то Что Что доставляет Мне громадную Вот Радость Я думаю о будущем А что я буду делать Ага Я еще напишу У меня сейчас Такая идея Написать один роман Другая ступенька Я уже вынашиваю Вот эту героиня Я знаю Что с ней будет происходить Я знаю Что она будет чувствовать Еще картины написать Вот это И вот это сделать И песни вот такие И вот И вот эти Эти игрушки На самом деле Они Но они позволяют Мне кажется Они Позволяют Видеть жизнь Твою в будущем Хотя если посмотреть В паспорт Я должна сидеть И вспоминать Наверное Ой как молоды Мы были Как мы с вами А у меня такое чувство Что у меня еще Все впереди Понимаете И вот Мне кажется Спасибо вам большое Что вы видите Во мне художник Понятный дизайн Как симпатичен Как исполнитель Как певица Я хотела бы уточнить Вот Ваше Вот Такое состояние Сегодняшнее Оно у вас Всегда такое было Или вот все-таки В какой-то момент Оно пришло Мы вот так открылись Смир И вдруг Вот так все Хотите Познать Увидеть Были ли у вас Какие-то такие Спотыкачки В жизни Спотыкачки Хорошее слово Ну вы знаете Конечно же Я Ну безусловно Даже если мы Очень хотим Казаться Всегда уверенными В себе И чтобы мы все знаем Как будет дальше Но не далее Как позавчера Я проснулась Ночь Часов три И мне казалось Что это все ужасно Все что ужасное Что я делаю И что я не имею Наверное права Зачем люди будут Переходить Мне стыдно Ну то есть Это какая-то Такая вещь Ну я поняла Что я просто Не высыпалась Последние несколько дней И поэтому Нами же Управляют иногда Наша вообще Биохимия Вот честно Мы думаем Что эта жизнь Как-то изменилась Не в ту сторону А просто у нас Там давление понизилось Не знаю Железо в крови Там упало У нас анемия Там или что И в этот момент Вдруг Мы видим Что жизнь ужасна Вот ужасно все И друзья Не друзья И работа Не работа И все не так Но стоит мне Например выспаться Как я понимаю Что все нормально Мне это все показалось Но все вот эти метания Мне были свойственны Более в молодом возрасте И честно говоря Меня вот Я очень люблю Молодых людей Потому что Вот это Я очень хорошо помню Все свои ощущения Вот это когда все В первый раз И оно очень сильно Оно настолько все На отмашь Разочарование На отмашь Любовь на отмашь Вот все на отмашь И это конечно Очень Такое вот Я была очень зажата Кстати Молодые годы Я это компенсировала Вот такой вот Петушиной Такой вот Типа Чуть-чуть Наблостью Хотя я была Очень уверена В себе Теперь Теперь что-то Гораздо лучше Дорогие друзья Поэтому если кто Не достиг Бальзаковского возраста Хотя сейчас Это уже Гораздо Наступает позже Раньше Помог В 30 лет В 30 лет Женщина Бальзаковский возраст Да В общем Но мы можем сказать Что мы тоже Короче Я просто знаю Что после 20 Все девушки Начинают париться По поводу Своего возраста Вот реально 25 все Наступило И дальше Начинаются Вот эти страдания И метания Но это все Совсем не так Вот Я во всех Своих интервью Говорю Что я хочу Возраст реабилитировать Что это не дурная болезнь Это абсолютно Наше естественное состояние Это просто Количество энергии Которая В нас есть Где мы ее берем Каждый По-разному Вот реально Но если мы Позволяем Вот этому Нашему огню Что он так Становится Так Чук-чук 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 Тогда мы стареем Вот Как мы будем Подкладывать в него Дрова Мне кажется У каждого Должна быть Своя Система Но я не железный человек У меня тоже бывает Позелие Я не знаю Как подкладывать Дрова Но вот сегодня От этого Энергетия Энергайзера Можно заряжаться Просто Находясь здесь По-моему Так что Всем советую И кстати говоря Вот Некая методика Конечно Очень индивидуальная Как преодолеть Этот спад Энергетический Есть в этой книге Я говорила Что она гораздо глубже Чем какой-то Просто коучинг Но вы обратите На это внимание Пожалуйста Добрый вечер Я тоже здесь Чисто случайно Вот рядом со мной Сидит человек Который вас обожает Преобожает Ваше творчество Но у меня вопрос Вот какой Чтобы написать Огромную Такую толстую Извините Книгу Нужно определенное время Значит ли это Что когда вы Пишите эту книгу Вы забываете Обо всем Что вас окружает В том числе О творчестве Но дело в том Что творческое Жило Вот этот Энергетический поток Он один И он просто Выбирает форму Он может Выбрать там Музыку Может выбрать Песню Живопис Все что угодно Какая-то Речь даже Вот это тоже Это все растет Из одного Вот этого Костра Я писала Книжку летом У меня есть Дача в Крыму И у меня там Есть кабинет Кабинет Он вместе с гардеробной Это одна такая комнатка В одно окно Сзади гардероб А справа Писенный стол От стены До стены И вот окно И где там Цветы и деревья Орешник Меня не видно С улицы И у меня на подоконнике Который широкий стоит Маленькая Статуэтка Пушкина Юного Пишущего И бюст Алексея Максимовича Горького Такого Света Простите Я его называю Цветом Голой жопы Но он такого Телесного Телесного цвета И он поскольку Весь вместе с пиджаком Такого цвета В общем он производит Немного странные впечатления Я купила на Болошинке Но тем не менее Взгляд У Алексея Максимовича Достаточно Какой вот Устремленный вдаль И вот это Моих два Вдохновителя И вы знаете На самом деле Почему Кстати у меня Большой перерыв Между первой и второй Книжкой Потому что Писательство Это тяжелый Изнурительный Физический труд Надо писать Ну минимум Вот по 4 часа в день Чтобы что-то получилось Чтобы это Как бы куда-то пришло Вот Ну я писала Все лето Периодически Я там Вот я живу В Крыму летом И выезжаю на гастроли Но как-то Это все В общем-то Сложилось Спасибо Пожалуйста Еще вопросы Дорогие друзья Пожалуйста Вот Сейчас я вам Следующий Алена Альтина Добрый вечер Вот мы знаем Еще одну вашу грань Как киноактрису В старых песнях О главном Там где Вы действительно Спели Во-первых Не свои песни Потому что я знаю Что вы поете Только свои И вот как Подбирались образы Как вы над ними работали И Сложилась ли Актерская карьера Такая Да Хочется процитировать Агнию Барту Да Чтобы Балту Не выдумал Так это Вовка выдумала Драм-кружок Кружок по фото Хор-кружок Не петь Ахот за кружок По рисованию Тоже все голосовали А Мария Марк Сказала Выходя вчера из зала Драм-кружок Кружок по фото Это слишком много Что-то Выбирай себе Дружок один Какой-нибудь Кружок Ну вот у меня Все эти кружки Конечно Мне просто было интересно Попробовать себя Ну вот везде Поиграться Во все Я даже Если кто не знает Я еще работала в театре У Иосифа Рейхельгауза Я отработала Два сезона Играла В пьесе Чайка Настоящая передка Это была Очень такая смешная Такая интересная История Что касается Кино У меня кроме Старок песен О главном Ну я думаю Что поскольку Это тогда был Для нас новый жанр И в общем-то Мы Сами мало Что в него Вносили Вносили все-таки Режиссеры и продюсеры Говорили Как это есть Но есть у меня Один неигровой фильм Когда я в нем Снималась Мне показались Сценарии Он был ужасен И я пыталась Как-то его Очеловечить И подумала Что мне это нужно Просто для того Чтобы попробовать Изнутри Как это все происходит Не то что вот Ну обычные Вот эти песенные дела А именно вот Как снимается Настоящее кино У меня была роль Жены Которая убивает Свою мужа Ведет какие-то Жуткие интриги Похищает Там детей В общем Страшное чудовище Страшное чудовище Но я поняла Почему она такая Это конечно Ее не оправдывают Но судьба у нее Сложилась как-то Весьма-весьма И нелегко И вот тогда Мой директор Посмотрев это все Он сказал Да В роли гадины Вы были Очень убедительны И этот фильм Показали Он был снят По заказу Телекомпании Россия Его по каналу Россия Показали Не знаю Наверное Раз в семь Называется Смерть по завещанию Если кому-то Будет интересно В роли гадины Можете меня там Узреть Но поскольку Я не знаю Я шучу Что мне конечно Было очень хотелось Сниматься в хорошем кино Но я подозреваю Что есть Ну актеры Актрисы Которые Может быть более Не то что может быть Скорее всего Вероятно Более талантливы И у меня слишком Много есть Чем заниматься Чтобы отбирать У них хлеб Вот честно Мне как-то Жалко И Ну в принципе Если в роли Каких-то Будем смотреть Правде в лицо На роль героини Если только я сама Напишу что-то про себя Тогда возможно Это что-то Как-то Получится Героиня у нас Все юные Теперь При всем Конечно Понимании Я все-таки Не дотягиваю Но в роли старушек Я Мне кажется У меня впереди Большое будущее Алена Вот все-таки Давайте вернемся К этой теме Сейчас я вам тоже Дам слово Но просто Это очень интересная Тема В книге Как наступил Перевод Когда вдруг Стали все Моложе и моложе И модели Которые уже Девочки прошли То есть Вот этот Фетишизм возраста Который Ну Обычного человека Начинает пугать И на него действует Вот расскажите Про эту тему Которую в книге Затрагиваются Ну вот в книге Это кстати Такой тоже Ключевой момент Потому что На самом деле Вот книга родилась Честно говоря Когда мне пришло Извещение О том Что мне начислено Пенсия Вы знаете Как-то Я вот так вот Села И стала Как-то Типа Хихикать Типа Мне смешно А потом Что-то подумала Что не смешно Как-то Даже грустно И то есть Там написана Формулировка Пост Пенсия Вам назначена Пенсия Постарости И я так думаю Хи-мокси-мокси Вот это да И вот здесь Кстати Описан этот момент Когда я пошла Все-таки Себя изучать И понимать Что ж со мной Не так Если государство Вот так вот Меня просто сбросило Выбросило Из-за вот этого Играющего состава Дело в том Я тогда села Села вот проанализировать Думаю В письменном виде Лучше думается И вот я начала писать И вот когда я начала Это писать Я поняла Что да Это очень интересно На эту тему Подумать Потому что Знаете Что еще происходит Вот У меня часто Хорошие журналисты А хорошие Это те Которые читают Твои предыдущие интервью И не спрашивают Как все начиналось На голубом глазу Они все знают И они тогда Мне говорят Вы знаете Алена Вот вы в таком-то интервью Вы сказали Очень интересную вещь Начинают меня цитировать А я ничего не помню Вот честно Я не помню Что я говорила Потому что я говорю Вот на текущий момент Вот мне что-то пришло И я вот начинаю Там Мысль Она же вырабатывается Она просто вырабатывается Как некая энергия Я ее озвучиваю И потом действительно Для того Чтобы ты приходишь К каким-то выводам Но они вот как вода Они просто утекают И ты можешь сам Даже на них И не обратить На это внимание А вот когда ты пишешь Тогда вот Это написано Пером уже А не вырубишь Паром Вот он Вот какой-то вывод Вот собственно говоря Вот из этих вот Попыток осмыслить Там Свою жизнь И с разных сторон Понимаете На нее можно посмотреть И с будущего И с прошлого И с детства Там Со стороны другого человека Вот и родилась Вот и родилась Собственно говоря Эта книжка Спасибо Спасибо вам за вопрос Спасибо вам за вопрос Спасибо Спасибо Огромное за вопрос Вы просто зрите В корень Потому что На самом деле Ну вот Наверное Те люди Которые Не имеют Такого Нормированного Что называется Рабочего дня Да Когда У нас нет выходных Праздников Каникул То есть У нас Вообще Совершенно Как-то хаотично Происходит И дети Конечно Начинают себя Сравнивать Например С нормальными Семьями Где родители Ходят на работу Вечером приходят Там семья собирается Вот Ребенок приходит На выходные А у меня работа На выходные И мы И не видимся И он мне Совсем недавно Делал Предъяву Дело в том Что он учится Вот Третий год Он учится В Ходесском корпусе Младшим И он мне Как-то Вдруг Нагло Так вот Нагло Встал И зовет Ты меня Сдала В Ходесский Этот корпус Я говорю Я тебя сдала Ты же хотел Но я не понимал Но говорю Ну Ты тогда Как бы Не можешь Пережить Вот эти трудности Но трудности Они же будут В жизни Ты сейчас Просто тренируешься Вокруг Это армейская Тупость Там кругом Идиоты Говорю О Идиоты Они везде Дружок Идиотов Тебе будут Встречаться Постоянно И в больших количествах Но он был все равно Не очень Как бы доволен Ты вот просто Не хотела Со мной делать уроки И тут я уже взяла Его за шкирку Говорю Так Ты хочешь сказать Что я должна Вот свою жизнь Полностью Посвятить тебе То есть я не должна Заниматься тем Что я люблю Вот музыкой Там всем остальным Я не должна быть Артисткой Я должна просто Сидеть с тобой Вот делать уроки Я не знаю Ограждать тебя От всех жизненных трудностей И ты потом Пойдешь гулять Да Вот когда тебе будет И ты потом уйдешь От меня Ты хочешь так И мне кажется Что он вот первый раз Задумался Вот действительно Что оказывается У меня есть своя жизнь И она не должна быть Принесена ему В жертву Потому что Когда мы Кому-то Что-то приносим В жертву Мы себя Приносим В жертву А жертвы Честно говоря Всегда Плохо выглядят Жертвы никогда Она никогда Не оправдывает Никакая жертва Понимаете Поэтому Дети эгоистичны И мы должны Как-то вовремя Ставить Вот эту грань И понимать И может быть Идти немножко Действительно Против какого-то Общественного мнения Сейчас очень модно Вот детей опекать До последнего Просто Взрослых детей Там возят В школы Там забирают назад Время типа другое Но на самом деле Если бы вы знали Какое было время Когда я ездила В школу То мне кажется Что я всех Маньяков В городе Минске Вот я их всех Повстречала В этом автобусе На котором я ехала Ездила в школу Но я научилась С ними справляться От них как-то Отбиваться И вообще как-то Вот весь этот опыт Даже негативный Я понимаю Что он необходим И детей нужно Предупреждать Чтобы они знали Не ограждать И говорить Что все прекрасно И удивительно Они должны знать Что происходит И может быть Они не всегда Будут вами довольны Ну и что ж с ними В конце концов Вырастут Поймут Да Потому что сейчас Они действительно Они очень эластичные Они хотят вас целиком Вот Но Не получат Спасибо Добрый вечер Алена Меня зовут Ренат Я с самого детства Я являюсь поклонником Вашего творчества Мне 19 лет И с самого детства Родители мне ставили Ваши песни Я обожаю Абсолютно все И кланяюсь И хочу сказать всем Что это Перед вами сидит человек Которого действительно Можно назвать Качественным артистом Это заслуживает От отдельных аплодисментов Потому что Алена Уже более 20 лет И Спасибо вам за все Спасибо, Алена Нам всегда приятно Слушать, друзья Алена, у меня такой вопрос У вас очень много Прекрасной У вас вся лирика Прекрасная Хорошо, я скажу так Планируете ли вы В дальнейшем Написать книгу Стихов Либо Может быть У вас есть Какая-то Неизданная лирика Со всего вашего творчества Черновики Да Из черновиков Также хотелось бы спросить Касаем этой книги Чем может эта книга Привлечь к чтению Мужской пол И расскажите немного О программе Которая будет Вега Сити Холл Спасибо вам большое Спасибо вам большое Друзья Если Кого-то я заинтересовала Как персон Я не знаю Или как артист То Послезавтра У меня будет Вега Сити Холл Большой концерт Акустической программы Я Весь концерт Играю На гитаре На рояле На губной гармонике У нас три гитары Контрабас Перкуссия Рояль Вот такая Такой состав И это реально Очень круто Это последняя Моя такая Игрушка Почему игрушка Потому что Вы знаете То что доставляет Такое удовольствие Не может считаться Работой Вот Мы на репетициях Все просто Четыре часа Вот мы там играем И все Никак не можем разойтись Потому что Это очень Очень здорово Что касается Поэзии Я начинала Конечно писать стихи Но потом я поняла Что Чтобы ничего не пропадало Нужно это все Переводить В песни Стихи требуют Они не требуют Музыки Это совсем другая история То есть Тексты к песням Это не стихи Потому что Все-таки Есть еще музыка И чтобы не перегрузить Ты должен понимать Что вот музыка Несет вот эту нагрузку А текст Несет вот эту нагрузку Иначе будет Слишком много Я не знаю У меня есть одно Смешное стихотворение По поводу Моих стихов Прочитай Я не люблю Свои стихи Я их не помню Не читаю Да и стихами Не считаю Так Баловство одно Хи-хи Я знаю Что слова Бессильны Как из бумаги Мишура Что так безвольно Некрасиво На елке Смотрится с утра А истина Всегда банальна Ведь что написано Недавно Прочитано И машинально Как фантик Брошенного окна Зачем писать Морать бумагу Пойду Пожалуй К Редаку Здравствуйте Друзья Есть еще вопросы У нас Пожалуйста Давайте Последние Два вопроса Потому что У нас большая Автограф-сессия Впереди Добрый вечер Я тоже представлю Смешный Максим У меня несколько Специальностей Одна из них Я тоже занимаюсь Музыкой У меня СВП Вопрос Можно ли Собрудить Как-то с вами Дури После Нового года Велгом Дело в том Что социальные сети Они позволяют нам Находиться Всем Это очень Демократичная Все-таки вещь Уже не нужно Обмениваться Такими координатами Просто мне пишите В директ Я вам отвечаю И вы с вами У вас блог? У меня Фейсбук У меня аккаунт В инстаграме Так что Это все Это все очень легко А вы сами ведете? Да Я веду сама Я веду сама Но я конечно Все в основном Пишу в инстаграм И перепочваю Фейсбук Фейсбук Он в последнее время Он как-то очень странно работает Он как-то Банит то Что ему Кажется рекламой Понимаете? Поэтому я понимаю Что очень часто Информацию Через фейсбук Мне не удается Нанести Но я с этим Буду работать И пойму Как обойти Этого дурака Я хочу Один напомнить Вопрос Ален Чтобы вы ответили Нашему поклоннику Что мужчины Найдут В вашей семье Это очень Интересный вопрос Дорогие мужчины Если вас интересует Что такое Женщина То вы В принципе Можете Понять Что у нее В голове О чем она думает Что она боится Что она от вас хочет Там же есть еще Даже целый перечень Пять или шесть Пунктов Что Женщина Да У меня там есть Десять фактов Десять фактов Которые Мужчина Должен знать О женщинах Кстати Да Если Катя Если вы мне их найдете Я тогда смогу Они как раз Короткие И может мы Это Еще Еще Я кстати Книжку Не видела Еще Десять фактов Которые должны Мужчины Знать о женщине Женщинам В живущем В постсоветском Пространстве Нравятся сказки Про слабый пол И сильных мужчин Женщинам Реально больно Целоваться В засос Небритый мужчина Секс Для женщины Это ее отношение К мужчине Соответственно От мужчины Она тоже ждет Прежде всего Отношений Что сказал Как посмотрел Что бы это значило Секс В чистом виде Ее не интересует Хотя она часто Декларирует обратное Посмотрев Эммануэль Порно И подобного рода Фантастика Женщинам реально Наплевать На величину Бицепсов И трицепсов Женщины реально Обращают Внимание На форму Мужских ягодиц Если женщина Мучает вас Необоснованной Ревностью То стоит задать Себе честный Вопрос Так ли Кристально Чиста моя совесть Как правило Женщины съезжают С катушек Когда перестают Ощущать вашу любовь Женщины хотят Долго и счастливо И умерли в один день Лучший способ Согласить женщину Это умиляться При виде карапуза В колясочках И говорить Едва скрываемой горечью Как бы я хотел Иметь большую семью Не бывает Фрегитных женщин Бывают плохие любого Женщина Не подарок Требует Слишком много внимания Ее нельзя Поставить в шкаф Как дедушкину Двустволку И чистить Смазывать Лишь в сезон охоты Либо когда Находит блажь Пальнуть по ворону Браво Вы все поняли Дорогие мужчины Вам срочно Надо бежать За этой книгой Вот так коротко Но очень четко Алена объяснила Все про женщин Дорогие друзья Но прежде чем Мы перейдем сейчас К автограф Сессии Вот вы видите Человек В которого Вот сейчас Прямо можно Всем влюбиться Красавицу Умницу Талантливую Я хочу вам Представить человека Без которого Бо этой красавицы И умницы Не было У нас мама Спасибо 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 Можно я еще скажу Про маму Вера Васильевна У нас Закончила Филфакт Киевский Я думаю Что литературное Конечно Какое-то дарование У меня От нее Она работает Работала Вернее Всю жизнь На белорусском телевидении Редактором Программы Здоровье Дорогие друзья Сейчас мы переходим Все Тихонечко Встаем Первый ряд Кто будет подписывать Спасибо 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 Что вы пришли Спасибо Что вы слушали Я тебе любят Пожалуйста Пожалуйста По одному Очень аккуратно Мы встаем Не смеша